С днём рождения РДШ-62! В Михайловской средней общеобразовательной школе номер один в рамках классной встречи состоялась беседа с координатором РДШ Рязанской области Решетниковой Есенией Валерьевной. Предлагаю вам некоторые интересные моменты из этой встречи. Все те впечатления, которые вы получаете по жизни, те знания, которые вы получаете по жизни, они вам всегда пригодятся. Будет та ситуация, когда вы вспомните, о, а я это знала, я это видела, я это понимала. Поэтому я всегда говорила, иди не сдаваться, и самое главное, двигаться к своей цели, и у вас всё прекрасно получится. Есения Валерьевна, легко ли вам пробовать себя в чём-то новом? Например, возникали ли у вас трудности, когда вы только начинали работать с российским движением школьника? Спасибо. Я работала в школе, мне это всё очень хорошо знакомо. Знакомо в большей степени я занималась ученическим самоуправлением. То есть мы с ребятами создавали много разных интересных мероприятий, придумывали себе интересные проекты. Это всё знакомо, интересно и понятно. Но если про трудности, с чем же мне пришлось столкнуться? Скажу честно и откровенно. Прежде всего, это социальные сети. А как вы знаете, российское движение школьников ведёт их в непосредственную работу. Первым образом мне пришлось подключиться к всем возможным социальным сетям. Мало того, что нужно было понимать, как в них работать и что происходит там, потому что так или иначе вы-то все там, где же я вас найду. И сейчас я очень хорошо на эту историю перестраиваюсь. Вот сегодня могу вам сказать, вот эту неделю я дежурю во всероссийской группе российского движения школьников. Что это означает? Это значит, что я просматриваю комментарии, которые идут после постов, стараюсь ответить ребятам на вопросы, которые возникают. И вы знаете, это действительно не так-то легко. Могу вам сказать, что когда я работала в школе, меня очень интересовал вопрос школьного телевидения. И с ребятами мы тоже этим занимались, мы развивались, пытались какие-то применить, ну, чему-то научиться. Сейчас у нас началась очень интересная работа с телеканалом «Вести Рязань». И, насколько я знаю, чуть-чуть предвкушаю вперед, что в скором времени именно в вашем районе откроется школьное детское телевидение, как раз при поддержке соответствующих вот структур. Вы знаете, удивительная профессия, удивительная информация, о которой я даже и не думала, что такое может быть. Хорошо, когда ее знаешь. Начинаешь по-новому смотреть на мир, по-новому начинаешь принимать новости. И я думаю, что каждому в жизни это пригодится, вне зависимости от того, собираемся мы стать ведущими или нет. Могу сказать вам, чтобы опять возвращаясь к вопросу о своей профессии, самым первым образом я хотела учить стать журналистом. И я всячески к этому готовилась. Я писала статьи, публиковалась в журналах, газетах. Но сложилось так, я стала педагогом. И все, что было со мной, все это так или иначе сейчас, видите, прекрасно пригодилось. Я все-таки что-то могу написать, я понимаю, какая должна быть статья, я могу сейчас работать в социальных сетях, но я всему учусь и не боюсь вам этого сказать, что учиться никогда не поздно. Здравствуйте, Стенев Михаил, СОЖ номер 3. Как РДШ повлияло на вашу жизнь? Спасибо. Именно российское движение школьников, оно развивает меня. Развивает дальше. Вот как мы говорим, да, оно всеобъемлемое, имеет различные направления. Я должна уметь ориентироваться в этих направлениях, иначе как я могу вам эту информацию донести и представить? Я должна понимать, что требуется от каждого, что требуется от меня, чтобы вам было здесь интересно. Я должна понимать ваши интересы. Поэтому, знаете, большей степенью оно развивает меня дальше. И это замечательно. А с кем бы вы хотели провести классную встречу и почему? Вы знаете, на меня в последнее время большое впечатление произвел Сергей Николаевич Рязанский. Я присутствовала в встрече, которая приходила в Рязани, мы много раз с ним и беседовали, и до сих пор я удивляюсь действительно этому человеку. И если говорить, с кем бы я хотела провести классную встречу, вот, наверное, с ним. Потому что фигура интересная, человек достаточно очень безграничный, но он такой доступный, комфортный, что есть поле еще для дальнейших вопросов. Вот сталкивались ли лично и чувствуете ли это, и как можно с этим периодически бороться? Спасибо большое, Елена Анатольевна, за вопрос. Я прекрасно его понимаю, потому что, наверное, этим грешны многие, будем так откровенны. Но на то педагог и есть педагог, чтобы терпеливо объяснить и доказать. Я почему говорю терпеливо? Понятно, что один в грубой форме здесь разговаривать нельзя. Нельзя как-то пытаться наказать. В этом нет смысла. Мы всегда говорим, мы терпеливо убеждаем. Мы, конечно, с вами понимаем, что у каждого есть свои маленькие слабые стороны, на которые мы можем воздействовать, на которые ребенок нас услышит и поймет. Наверное, всего это разговор по душам. Хороший, добрый разговор по душам, который помогает выйти из этого. Но грешим этим. Да, бывает. Бывает, из-за этого возникают некоторые конфликтные ситуации. Но стараемся из них выйти. Хотя понимаем, что это жизнь. И все мы бываем и с достатками, и с недостатками. Я просто приведу пример. Мы буквально были на встрече в Санкт-Петербурге. И вдруг один из мальчиков взял одел галстук активиста, как повязку. Вот сюда, как дежурный. И говорит, а что здесь такого? Если бы мы вот сюда одели пионерский галстук в то время, это никак бы нас бы не поняли правильно. Это мелочь. Опять же мелочь. Но, тем не менее, важно. Нам не нужно было объяснять родителям с вами, что такое РДШ, да, или что такое пионерия. И им не нужно было объяснять нам. Это вот передавалось из крови по крови. Никогда не обсуждался вопрос о том, а нужно ли нам заниматься общественно полезным трудом. Нужно ли нам собирать металлолом, нужно ли собирать макулатуру, помогать кому-то. Это было само собой разумеющееся. Сейчас нам приходится многие вещи объяснять. И понятно, что, знаете, вот мы сейчас возвращаемся, например, к вопросу о волонтерстве. Опять же, пошли бы вы убирать территорию, если бы не было с вами классного руководителя или зауча. Стали бы вы помогать кому-то рядом, если бы вам об этом учитель не напомнил. А в те времена чаще всего это вот так спонтанно появлялось. И это было само собой разумеющееся. Сейчас мы что-то с вами утратили. Почему я говорю? Мы утратили общение. Я работала с ребятами и рассказывала им о играх дворовых. Я их учила дворовым играм. А для меня это во времена моей юности и молодости, это было само собой разумеющееся. Было так интересно и так было весело, когда собирались там друзья, да, команды. Это разновозрастные, до 30 человек, с разных домов. И это было хорошо, интересно и правильно. И никто никого не обижал, там каких-то травм не носил, смертельных. Мы нормально общались, передавали опыт друг другу. Сейчас чуть другая жизнь, поэтому меняется. И российское движение школьников уже не может внести то, что вносила пионерская организация. Потому что жизнь другая, и ребят по-другому заинтересовать не получится. Почему я говорю, здесь нужно партнерство? И я действительно отношусь к вам, как к партнерам. Потому что есть вещи, которым я вас могу научить, а есть вещи, которыми научите вы меня. И это нормально, это естественно. Но поверьте, с одной стороны есть вещи, которые кажутся занудными, да, мы вот сейчас говорим про общественно полезный труд. А на самом деле ничего плохого в них нет. И когда вы вместе убираете территорию, вы за это время столько друг другу всего интересного не расскажете. Не в телефонах, потому что руки у вас будут заняты, согласитесь. Так что везде есть полезные вещи, поверьте. Я не кривя душу вам скажу, что каждый раз, загадывая желание, я говорю о том, чтобы были все живы и здоровы. Вот это моя мечта. Самая большая моя мечта. Есть много маленьких, мелких, но это останется самой глобальной на всю жизнь. Спасибо. А какими достижениями вы гордитесь больше всего? Мои достижения, это два моих сына. Это мое достижение, самое первое, о чем я хочу сказать. О том, что я закончила институт. Я его действительно закончила. И хочу сказать, что закончила хорошо. Почему я считаю это достижением? Потому что я вам уже, ребята, упомянула о том, что я вначале поступила в институт, а потом решила, зачем мне надо учиться? Документы забрала. Но все-таки я собралась и поступила, и закончила. И я вам желаю, чтобы вы тоже, ребята, не забывали об образовании. Это очень нужно. Еще одно достижение. Я считаю, что сегодняшняя должность это тоже достижение. Потому что масштаб региона, который всегда немножко пугает, это тоже, как вы знаете, знак того, что ты чего-то достоин. Вот, наверное, такие самые главные, важные достижения. Вы когда-нибудь попадали в таких ситуациях, из которых, казалось бы, не найти выхода. И как вы справлялись с такими трудностями? Вы знаете, таких ситуаций в жизни бывает много. Мне не хочется сейчас вам приводить их в пример, потому что они на самом деле очень серьезные. Очень серьезные. Но, поверьте, жизнь всегда поставит вас в лучшее для вас время. После черной полосы всегда будет светлое. Конечно, самое главное, не опускать руки. Это самый лучший выход. Если ты борешься за себя, считая, что ты поступаешь правильно и верно, никому не наносишь вреда, вот поверь, все будет на твоей стороне. А это все мелочи, а не временные. Ответите, Жанна Михайловская, СОЖ, номер 2. Скажите, пожалуйста, на каком уровне Рязанская область находится сейчас? По РДШ. Простите, Жанна, Жанна. Могу сказать, что на самом высоком. Потому что, если вы посмотрите материалы съезда, вы увидите, что было, сейчас скажу вам, 8 награждаемых в рамках съезда. И среди региональных отделений было отмечено Московская, Нижненовогородская и Рязанская. Вот, председатели этих отделений получили почетные грамоты Министерства образования. И в этом действительно огромная заслуга. Мы говорили с Сергеем Николаевичем, что хотя грамота почетная, да, именная Сергея Николаевича Кустову, но тем не менее заслуга во всем этом всего коллектива в Рязанской области. Это как ребят, так и педагогов, которые у нас живут и работают. Сергей Валерьевич, а как вы сами считаете, вот ваше мнение, какое будущее ждет российских школьников и, в принципе, организацию российского движения школьников? Спасибо. Я всегда верю в светлое будущее. Могу вам сразу сказать. Я всегда рисую себе самые светлые краски, самые прекрасные краски. Мне хочется, чтобы это был интересный проект. Потому что я считаю, что жизнь человека состоит из впечатлений. И когда вам есть что вспомнить, есть что рассказать, это уже прекрасно. Нам очень хочется, чтобы российское движение школьников было полезно вам. Возможно, это повлияет как-то на ваш выбор профессии. Возможно, вы найдете здесь новых своих друзей. Возможно, определитесь, станете целеустремленнее. И это уже важно. Поэтому вот это считаю главным. Дмитрий Валерьевна, время идет, молодежь меняется. И возникает такой вопрос. Каким вы представляете себе будущее российского движения школьников с новым поколением? Вы знаете, я понимаю, что оно будет трансформироваться. Оно должно меняться. Я почему говорю, сейчас будут очень яркие изменения в российском движении школьников. И они будут связаны с теми изменениями, которые происходят в нашем мире. С теми требованиями, которые сейчас мы как раз обращаем к молодому поколению. Но давайте не забывать о том, что главное у нас с вами, чтобы мы оставались людьми. Вот это требование, оно было во все времена. Хоть мы и говорим пионерская ли организация, российское ли движение школьников, мы прежде всего говорим о человеке, который внимателен тем, кто окружает его. И не забываем о том, что мы с вами все являемся гражданами Российской Федерации. Хоть да, прекрасно жить за границей, прекрасно отдыхать, как там все красиво, хорошо и доступно. Но нужно не забывать о том, что все-таки мы с вами родились в России. И здесь точно так же все хорошо и прекрасно. Понятно, есть свои трудности, но тем не менее, а кто с ними будет бороться-то, кроме вас? Мы надеемся, что вы будете более активными. Это не значит, что иду туда, куда меня позвали. Но я хорошо понимаю, куда я иду и что я собираюсь делать. Нам хотелось бы, чтобы каждый из вас уже умел анализировать ситуацию. Но все-таки не забывайте, дорогие друзья, опять же говорю, о тех людях, которые находятся рядом с вами. И все у вас, я думаю, в жизни получится. Скажите, вот в РДШ существует 4 направления. А в какое бы направление вы, если бы вот вы были членом ребенка, в какое бы направление вы иступили? И также еще один вопрос. РДШ проводит много различных всероссийских конкурсов. В каком бы конкурсе вы бы хотели бы участвовать? Знаете, направление выбрало бы для себя, наверное, личностное развитие. А в каком конкурсе хотелось бы поучаствовать? Что интересно, в Медиа Школу на РДШ. Хотя направление, видите, взяла другое. Мы благодарим Есения Валерьевна за такую великолепную беседу. Спасибо большое. Ребята, и я, знаете, хочу вам сказать. Вы задали мне вопрос, какое место занимает Рязанское региональное отделение на входе всей России, да? Но вы бы еще задали мне вопрос, а какое место занимает Михайловский район в Рязанском региональном отделении? Вы знаете, какое? Какое? Первое. Первое место. И не случайно. Не случайно скажи почему. Потому что у вас сошлись все звезды. Мы не говорим про звездную болезнь. Вот Елена Анатольевна не случайно про нее обмолвилась, да? Есть проблема. Нет, у вас сошлись все звезды. У вас замечательный педагогический коллектив. У вас замечательная земля, замечательные родители. Самое главное, вы замечательные. Вы активные, интересующиеся, идущие вперед. Мы говорим, вы в движении, действительно. И я вам желаю, не останавливайтесь на достигнутом. Знаю ребята сейчас, которые старшеклассники, 10-11 класс будут уходить. Я надеюсь, что ваше поколение на смену вам растет. Вы не забываете о том, подращивать? Не забываете? Нет, не забывайте. Мы вам даже больше, я пользуюсь случаем, расскажу о том, что наш детский совет. Районный местного отделения сейчас реализовывает проект, который называется «Школа наставничество». Он такой быстрый и непродолжительный. Мы собирались впервые в марте, в конце. И за этот месяц они проводят с ребятами занятия. То есть те ребята, которые у нас являются членами детского совета, они пригласили активы из других школ с предложением поучиться. Перенять опыт, вместе поработать. И вот сейчас у нас уже прошло три занятия. Три занятия прошло. Ребята приезжают на эти занятия самостоятельно. Совет проводят тоже самостоятельно. Могу сказать честно, я была только на первом занятии. Все остальные они проводились сами абсолютно. И у каждого есть наставник. То есть в этом зале, вот они, я видела, приходили, здоровались друг с другом. То есть здесь есть те, кто является наставниками, детьми. И те, кто, собственно говоря, в этой школе обучается. Планируем дальше мы обучение уже тех, кто пройдет в этой школе наставничества, обучение вожатскому мастерству. Потому что вот на сборах нам очень вожатые нужны. Тоже, ребята, уже 10-11 класс. Смена должна быть. Поэтому, что касается как раз вот этой наставничества и смены поколений, мы об этом уже задумались. Очень даже крепко. И работаем над этим. Молодцы, поэтому я еще раз повторюсь, все звезды сошлись у вас. Я вам дальнейшего желаю развития, ребят. И я надеюсь, что еще раз мы с вами встретимся действительно на всероссийских просторах. И я с такой же, опять же, наслаждением и любовью буду смотреть на вас, на самых высоких подмостках. Но это не главное. Главное, что вы вместе, вы развиваетесь. Удачи вам. Спасибо большое. С днем рождения, РДШ-62!